Привет, друзья! Это Дмитрий, он же Димыч. Это новости IT-инкубатора. Ловите новости каждую неделю, оставайтесь в курсе того, куда мы движемся и что мы делаем. И важный момент, в конце каждого такого новостного выпуска я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы можете задать в Инстаграме, в наших сторис. Поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно на наш Инстаграм, обязательно следите за нашим сторисом, и когда увидите всплывашку, Димыч отвечает на вопросы, задавайте свои вопросы, и я отвечу на ваши вопросы. Уф, летим! Друзья, вы заметили, что Димыч пропал с канала IT-комасутер, потому что Димыч занят созданием IT-компании IT-инкубатора. Мы давно существуем как школа, как что-то небольшое, ремесленное. Сейчас мы трансформируемся в полноценную IT-компанию с полноценными процессами, департаментами. У нас и тестировщики, у нас и DevOps, у нас и Backend. В общем, превращаемся в полноценную IT-компанию, которую будем развивать. В каком направлении, я вам и не скажу, но школа никуда не пропадет, обучение никуда не пропадет. Поэтому следите за нами, за нашими новостями и за тем, как мы развиваемся и куда движемся. Например, вот на этом канале обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и не пропадайте. Друзья, из важных новостей мы закрываем направление верстки. Мы его открыли как экспериментальное, мы солили туда-сюда, туда-сюда и поняли, что все-таки тянуть мертвеца как бы и оживлять, ну, нет смысла. Точнее, как мертвеца. Если вы там вдруг решили стать верстальщиком и заниматься там на фрилансе верстки и так далее, все хорошо, это классное направление. Я, к сожалению, здесь не эксперт, как и мы в IT-инкубаторе в этом не эксперты, поэтому мы решили это направление прикрыть. Мы не знаем, как работать на фрилансе, как работать с фрилансом, как работать в таком вот режиме. Поэтому наша задача IT-инкубатора сконцентрироваться на интерпрайзе, на компаниях, на большой разработке. Соответственно, мы своих студентов устраиваем в эти компании и мы знаем, как это делать. А вот что делать с верстальщиком? Ведь верстальщики, это вам не секрет, сейчас не открою, массово не нужны в компаниях. На любом проекте обязательно есть бэкэндеры, фронтэндеры, тестировщик, менеджер, может быть, девопс. И верстальщика, видите, может и не быть. То есть редко, к сожалению, в командах есть отдельная позиция верстальщика. Соответственно, на рынке, если вы хотите устроиться в компанию, на рынке таких мест немного, поэтому вы, если захотите в компанию, тоже попадете в тупик. Как попали и мы. Наших студентов, которые пришли к нам обучаться на верстку, мы, безусловно, добьем до победного конца. Каждый из них найдет свое коммерческое применение, будь то на фрилансе, будь то в компании. Мы этим интенсивно занимаемся, поэтому, ребята, кто к нам приходил, не переживайте. Вы наши друзья до последнего. И мы с вами до конца и вас не бросим. Бэкэнд направление. В наших рекламках вы можете видеть бэкэнд, бэкэнд, бэкэнд. На самом деле мы его еще не открыли, друзья. Но мы уже плавно готовимся к тому, чтобы его открыть и запустить. Вкратце многие задают вопрос, а что же там будет на бэкэнде? На бэкэнде у нас будет Node.js, у нас будет микросервисная архитектура, у нас будет знакомство с экспрессом, но основной упор будет сделан на Nest.js. Мы будем изучать очереди из RabbitMQ, может быть, Kafka, посмотрим. А мы будем использовать SQL базы данных, Postgres, мы будем использовать NoSQL, MongoDB. Это примерный стэк, который мы будем использовать в курсе и по которому мы будем вас прокачивать, опять же, до трудоустройства. То есть контент будет, опять, выше головы, как сейчас у нас на фронте. Некоторые наши ребята, которые сильные приходят к нам в инкубатор, трудоустраиваются как мидл-разработчики. Ну, рынок их так оценивает, зарплаты, да, оценим по зарплате. То есть есть ребята, которые выстреливают на полторашку, потому что тот контент, который мы сдаем в инкубаторе, он при базовой подготовке самого студента, он вот на полторашку, он мидл-уровень. Да, но опять же, то есть помним, что наша задача инкубатора не создавать сеньоров, мидлов или каких-то крутарей. Наша задача и всех тех, кто к нам доверился, довести до победного конца, до трудоустройства, продолжая ежедневно поддерживать, поддерживать, поддерживать. Напоминаю, мы лично не трудоустраиваем никого, но мы с вами ежедневно на связи. Суббота, воскресенье, понедельник-пятница. На связи технически, на связи психологически. У нас отдельные люди занимаются продажей, то есть вы помогают вам себя продать компания, прям ежедневно могут с вами работать, CV-шки, психологическая помощь, консультации, куда пойти, куда не пойти, как откликнуться, как ответить. Техническая экспертиза. У нас работают в инкубаторе эксперты, программисты. У нас нету сторонних фрилансеров, практически нет сторонних фрилансеров, кто вот так вот со стороны приходит и что-то здесь делает, например, обучает студентов. У нас все, вся команда инкубатора, это люди, заинтересованные в вашей победе. Именно поэтому мы такие крутые, потому что у нас нету, мы не потоковый бизнес, мы не организация бизнесовая, мы организация ремесленная, в которой работают вот такой псих, как я, и такие же психи, как моя команда. И вот мы вместе упаковываем студентов, работаем над тем. В общем, вы все знаете про наш инкубатор. Поехали дальше. Друзья, про наборы. Мы набираем пока что на единственное направление фронтенд каждые 4 недели. Новый поток у нас. Очень-очень вас прошу. И вообще, ни в коем случае не ключи на эти маркетинговые уловки некоторых школ и курсов. Последнего вагона нет. Сейчас я бы назвал вообще, вот прям честно положа руку на сердце, первый только вагончик. Первый вагончик гигантского состава, который только-только начинает, только начинает свое движение. Поэтому не пытайтесь ускорить свой приход на какие-нибудь курсы, куда-нибудь заплатить бабки и скорее-скорей, потому что вдруг будет поздно. Не спеши. Умоляю тебя, не спеши. Внимательно проделай какие-то базовые вещи сам. На гугле, что сделаешь, чтобы стать программистом, что учить с нуля самому. Это очень важно. Проверив себя на профпригодность, ты не выбросишь деньги на ветер. Проверить себе на профпригодность как? Сделать хотя бы какие-то минимумы самостоятельно. Программист 100% самостоятельный человек, который может нагуглить. То, что ты не можешь нагуглить, с чего начать первые движения, говорит о тебе, а как о человеке, который скорее всего не профпригоден, потому что элементарно не умеешь решать проблемы с помощью внимания гугла. Научись решать проблемы с помощью гугла. Найди, что мне сделать вначале, чтобы стать, например, JavaScript программистом, что учить. Начни по этим курсам на YouTube, на lorengjavascript.ru, на других источниках. Учить JavaScript. Важный момент. Тупиков у тебя будет очень много. Но ты не останавливайся. Твоя задача на этом самообучении набить руку и как можно дольше сидеть за компом. Серьезно. Ну, сидеть и, естественно, набивать руку. Пишешь код. Пишешь, 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 пишешь. Твои глаза должны видеть конструкции, точки запятой, пальцы должны быстренько набирать код, ориентироваться в пространстве, что ты делаешь для того, чтобы ты потом мог идти на уже какое-нибудь платное обучение, где будут, например, какие-то концепции, которые сложные, программерские, архитектурные концепции. Но вот это вот машинальное набирание кода, видение кода, точек запятых, скобочек, этому нельзя научить какой бы талантливый преподаватель на каких школах, например, в IT-инкубаторе. Например, даже я вас этому не научу, крутой Димыч, потому что это вы должны себя научить. Важная новость, друзья. Сейчас, чтобы попасть в инкубатор, у нас есть тестовое задание, которое нужно выполнить, и мы его смотрим, и так далее, и так далее, и так далее. Тестовое это гуляет везде и всюду, решения, люди. Тестовое это не для нас, ребят, тестовое для вас. То есть это тестовое, вы должны самостоятельно уметь решить, для того, чтобы себе дать галочку, типа я профпригодный, там задачи несложные. Я профпригодный, все, я могу заплатить бабки, и они не улетят на ветер. Да, многие из вас такие, ай, в падлу скачал, и на самом деле, ну то есть нам все равно, мы вас будем учить бесконечно, пока вы не трудоустроите. Да, но эта бесконечность, она на самом деле сложная. То есть вам должно нравиться, чтобы вы бесконечно могли учиться, поэтому не пытайтесь обойти это тестовое, обхитрить кого-то, потому что вы обхитрите самого себя в первую очередь. Тем не менее, да, у нас буквально через месяца два максимум, то есть максимум в сентябре, будет совершенно новый формат приема в наш инкубатор. То есть будет отдельная система, в которой вы будете регистрироваться, в которой вы будете указывать кое-какую информацию, и мы будем отслеживать ваш прогресс на различных автоматизированных сервисах, там, будь то GitHub, будь то FreeCodeCamps, будь то CodeWars, и будем отбирать из вас тех, кто в топе. Короче, будет конкурсная программа, как в университете. При этом важный момент, чтобы вы, да, чтобы дать надежду, возможность попасть к нам абсолютно любому, выучиться и трудоустроиться, формат этих упражнений, которые мы будем от вас требовать, он не будет сложным. То есть это не для гениев, это для тех, кто настойчиво будет просто делать, делать, делать то, что мы попросим делать. И, соответственно, самые настойчивые из вас, внимание, да, не самые умные, не самые гении, не самые шустрые, а самые настойчивые, самые серьезно намеренные студенты, абитуриенты, станут нашими студентами. Так что следите за новостями. И ни в коем случае не пытайтесь заскочить сейчас, пока заскочить легче. Потому что это самое... Принесите, да, свои деньги нам, оставьте их у нас и уйдите со слезами. Нет, готовьтесь. Нормально. То есть каждый барьер, это круто. Это попытка сохранить ваши деньги и вашу жизнь. Вот так буквально. Когда сбор выпускников инкубатора? Мы собираемся летом, четыре уже, три, ой, две вечеринки уже закатили. Седьмого августа будет третья вечеринка, на которую мы приглашаем выпускников нашего инкубатора. К сожалению, только тех, кто живет в Минске, около Минска, либо может приехать вот на прошлую вечеринку из Москвы парень приехал. На природе тусуемся, отдыхаем, кадры наверняка вы сейчас классные видите вот как-то здесь. Отдельно Zoom встречи выпускников тоже будут для того, чтобы мы могли прокачиваться, прокачиваться совместно, обмениваться опытом. У нас уже огромное, ну, три с половиной года мы уже существуем и у нас уже огромное количество ребят, которые на рынке позиционируются как сеньоры. И, честно говоря, мне очень интересно поговорить с ними, пообщаться, обменяться опытом, потому что это наш совместный, совместный рост. Поэтому ждите таких встреч. Супер важный вопрос. Если есть желание, при том очень большое, а возраст 36 лет, что-то может получиться? Ребят, возраст 36 лет, это маленький возраст. Желание, одного недостаточно. Важно практическое доказательство того, что твое желание не просто мечта, желание ты сидишь там и думаешь о принце. То есть, если твое желание уже превратилось в конкретное действие, в конкретный набор текстов, какие-то курсы, онлайновые, бесплатные, в книжки, статьи, ты уже что-то делаешь, то тогда все будет хорошо. Продолжай что-то делать. Меньше философствуйте, меньше желаете, больше делайте. Программирование это про практику. Если обучаться онлайн, то можно ли по возможности посещать лекции оффлайн? Друзья, у нас все образование в IT-инкубаторе только онлайновое. То есть, все лекции, все занятия, суппорт, ежедневная поддержка только в онлайне. Что у нас есть в оффлайне? В оффлайне у нас есть кабинет, который мы пока называем как каворкинг. Мы к этому придем со временем. То есть, куда наши студенты, минчане в данном случае, могут приходить и там 4-5 человек постоянно там, условно говоря, ночуют. Ну, ночуют с утра и до вечера. С утра и до вечера. Вот приходят, потому что дома неудобно, потому что не хватает мотивации, потому что хочется пообщаться с кем-то, потому что, потому что, потому что. И вот, вот есть такое пространство, куда вы можете приходить и знакомиться, и заниматься, если вам так удобнее, потому что дома не дает вам это сделать дети, собаки, соседи и так далее. В какой форме нужно присылать тестовое задание? Можно ли залить на гид? В какой угодно. На гид зальете? Супер. Потому что гид это тоже важный шаг, который показывает о том, что вы умеете работать с гидом. Но помните о том, о чем я говорил, пересмотрите, если что, о том, что у нас формат скоро изменится поступление в наш инкубатор. Я ноль. У вас со старта TypeScript, но HTML и CSS умею, однозначно понимаю, что тема моя. Как быть? В смысле? То есть, ты хочешь к нам прийти в инкубатор, не зная JavaScript, не зная базового JavaScript, не программируя, то есть, ты еще не программист. HTML и CSS, ты верстальщик и тебе нравится верстка. Обязательно понаяривай на JavaScript я немного, максимально много, часов 300 минимум, набирай код, создавай функции, объекты, массивы, точки запятой расставляй, фигурные скобки расставляй, займи часов 300 вот этим вот JavaScript, потому что это программирование. И здесь пойми, что оно тебе нравится и после этого стучись к нам и TypeScript проблемой не будет. TypeScript всего лишь более крутой JavaScript, скажем так. Хотели бы открыть филиалы в других странах СНГ? У нас онлайновое обучение, то есть с точки зрения школы сейчас говорить о филиалах в разных местах нет смысла. С точки зрения тусовок, которые мы хотели бы сделать с москвичами, с питерцами, с киевлянами, в Казахстане много у нас ребят, в Литве, да у нас мы хотим такое путешествие сделать, но тут коронавирус, соответственно, как и все перемещения ограничены, и тут просто сидеть мечтать, сидим мечтаем, обязательно ребят, хотим быть везде, хотим путешествовать, хотим встречаться с нашими самураями, но обстоятельства пока что нас склонили к тому, что мы только в онлайне, обучаем только в онлайне. Как наша IT-компания, IT-инкубатор, преимущественно я набираю в команду ребят Минчан, у нас только один человек, ну потому что, опять же, потому что мы здесь, я здесь, и наша компания пока не международная, скажем так, а локальная, белорусская. Что будет дальше? Дальше вообще неизвестность, поэтому будет видно. Следите за новостями. Будет ли Node.js осенью? Да, во второй половине осени, скажем так. Первый набор мы сделаем для выпускников инкубатора, начнем тестить, скажем так, программку, оттачивать, и уже там к последнему месяцу осени, максимум, это первый месяц зимы, мы сделаем публичный набор на наше новое бэкэнд направление. Вопрос, ребята, от нашего студента по поводу переходить ли на пятницу, не хочется ждать и так далее. Ребят, это очень странно. Вы студенты, я в субботу, каждую среду, вообще, но в эту среду я отменил, поэтому в субботу я буду на стриме для наших студентов Димыч Найт Шоу. Каждую неделю я стараюсь проводить стрим для наших студентов, где отвечаю на все вопросы. При этом, Айпелека, каждый ментор, ежедневно, это не сторонний человек, это человек, который в курсе всех дел нашего инкубатора. Всех, в курсе всего. Поэтому как к другу, обратись к любому ментору, либо на занятии спроси, либо на суппорте спроси, а что мне делать дальше и так далее. Не уйдет от тебя пятница, успеешь в пятницу, закрепи фундамент, глубину, не спеши. Если чувствуешь, что да там почти все закреплено, хочу в пятницу, иди в пятницу, слушай свое сердце, listen to your heart. Как устроиться ментором? Если ты наш выпускник, нашего инкубатора, то, пожалуйста, напиши об этом Марго, должен знать, кто такая Марго. Не знаешь, кто такая Марго, напиши Кате и обсудим этот вопрос. Но только если ты наш студент, бывший студент, выпускник нашего инкубатора. Будет ли что-нибудь в нашем инкубаторе а-ля из Джуна в Мидл? Пока что не планируется такой программы, потому что я вижу какое-то определенное отсутствие смысла этого. То есть мы даем рекомендации ребятам, как развиваться, мы встречаемся, мы обсуждаем, даем советы друг другу, потому что дальнейший ваш путь от Джуна в Мидлы, в Синьоры, это исключительно ваша работа, это ваш опыт на работе и ваше дополнительное самообразование, которое у вас происходит. Нужно ли давать это самообразование в каком-то упакованном виде? Скорее всего нет, потому что тут тоже очень все индивидуально и на самом деле, ребят, тут только все зависит от вас. Я бы хотел заниматься у вас, но в ноябре в армию ухожу, подождете меня. Я бы не рекомендовал, армия это сколько там, год-полтора, начинать учиться, потом армия, а потом, ну, я бы не, я лучше потратил это все время на самообучение. HTML, CSS, JavaScript, набивай руку, код, пиши, 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 в армейку обязательно бери с собой книги, читай их, записывай куски кода на листке бумаги, 100%, это прям 100% дело это, для того, чтобы тренировать алгоритмическое мышление, не забывать, читать, читай, 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 и после армейки приходи и полетим. Как проходит устройство на работу верстальщиков, легче, чем фронтендеров, или наоборот? Верстальщики у нас изначально приходят гораздо слабее, чем фронтендеры, то есть мы на старте там очень минимально делали отбор, практически не делая его вовсе, соответственно, к нам пришли очень разные люди, в том числе, такие, скажем так, домохозяйные, домохозяйские, соответственно, они не спеша, медленно что-то делают, 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 это первая проблема, с которой мы столкнулись, вторая проблема, в том, что рынка, конкретно в компаниях верстальщиков, он рынок очень маленький, то есть в компании верстальщики не нужны, я об этом рассказывал в основном блоке новостей, пересмотрите, пожалуйста, вообще закрываем. Инкубатор уехал или это отдельный проект? Инкубатор уехал, инкубатор не уехал, инкубатор это что-то большое, где у нас разработка, где у нас обучение, где у нас стартап, где у нас аутсорс, то есть у нас сейчас все есть, мы занимаемся всем абсолютно, для того, чтобы ловить экспертизу, чтобы смотреть, что нам нравится, для того, чтобы в разные корзины положить яйца, для того, чтобы, для того, чтобы, в общем, занимаемся, развлекаемся, инкубатор не уехал, инкубатор сейчас в Минске. На этом на сегодня у нас все Спасибо, что были с нами Следите за нами на нашем канале IT-инкубатор Бай На нашем YouTube, Instagram В общем ссылки повыскакивали Ссылки в описаниях, ссылки в шапках Аккаунтов, ссылки везде Не забываем про главный канал Подписывайтесь также лично на мой аккаунт Я там всякие интересные штуки Иногда выкладываю Все, увидимся, спасибо, что улетим